Так, сегодня у нас 29 апреля. Очередная еженедельная встреча GiveX Subgovernments. Запись пошла. Да, не включали, не обсуждали в формате повестки, но на самом деле какое-то количество конкурсов сейчас есть. И Митя написал два у нас ZGP. Конкурс один, в принципе, сейчас на том зонте обсуждали. Новую спеку сегодня скинул Михаил. Предлагаю тогда с Митиного начать, потом как глядем к ZGP. Ну, давайте с Митиного начнем. Насколько я понял, там обсуждение закончилось, и больше ни у кого никаких предложений не было. Но только почему-то конкурс не запустился с этими изменениями. Ну да, он сам не запускается, потому что... А я болел три дня. Запустите на голосование, наверное, просто поставьте. Может быть, уже внесем туда изменения и поставим на голосование? Можно? То есть, ну, как бы давайте просто определим, кто это сделает. Я... Ну, давайте я это сделаю. Я просто три дня болел, вот сейчас вроде нормально. Давайте я это сделаю. То есть, там нужно его будет в чат запостить в... На форум, в смысле, на форум. На форум запостить уже. Разве нет? На форуме... Я не видел ссылки. Митя, ты постил на форум? Нет, конечно, ничего не постил на форум. Я ничего не постил. Я дал это самое, внес изменения в конкурс. То есть, еще какие-то изменения внесите, перенесите на форум. Смотри, Митя, ну, на самом деле, я понимаю, что если ты лидируешь... Я написал... Логично, чтобы ты запостил. Ну, иначе просто вот так она и будет на стулье садиться постоянно. Ну, к сожалению, так не работает. Тут надо под ключ делать. Окей, ну, опять, на форум там я могу выложить его прямо сейчас. Сейчас это не такая проблема. У нас консерст тут есть, в принципе, да, поэтому можно просто сейчас паковать его и... Да нет, я выложу сейчас, не проблема. Окей, ну, выложу, хорошо. И, Томи, PDF нужен в финале, который запустит и все. То есть, по сути, мы такие вещи обсуждаем сейчас, смешные просто, да, взять PDF, загрузить, нажать кнопку там. Он будет наступен для голосования. Я на форум выложу, прямо сейчас. Хорошо. Финальную PDF-ку ты дашь? Нет. Алексей, сможешь внести тогда корректировки, которые обсуждались? Ну, там больше нету корректировок, насколько я понимаю. Они все эмитии... Я сделал так, что all participants of the contest могут participate. Единственное, что нам нужно даты поменять. То есть, точнее, поставить будет. Кто, ну, поставьте, пожалуйста, даты, потому что я откуда-то не знаю даты. Нет, нет, подожди, так не работает. А откуда, например, я знаю даты? Ну, так это же, подожди секундочку, но это, ну, говорилось, что это будет в понедельник. Там кто-то болел, кто-то чего-то. Я как за этим могу следить за всем? Подожди, в этом дело. Сколько времени нужно на эту проработку? Мы говорили про неделю. Contest duration, один week. Вопрос, что мы поставили сначала. Нет, сегодняшний, ну, завтрашний даты поставили. А, в этом смысле, ставили завтрашний. Ну, да. Все, завтрашняя дата, это факт. Другого варианта нет. У нас есть консенсус, мы ее обсуждали. April. April. Поставил. Постить на форум? Да, постить на форум и PDF-ку скинь в группу. И ее сразу на голосование поставить. Так. Молчание кто-то делает. Делаешь и веришь. По сути, мы... Я делаю. А, окей. Хорошо. Все. PDF. PDF тогда в группу кидай. Хорошо. Алексей, в следующий вопрос переходим, правильно? Я понимаю. Да, правильно. Давайте следующий вопрос. По первому ZKP-контесту, там, вы уже в тот раз обсудили. Не знаю, там, была неделя почитать вообще, что это такое, почитать про видни, там, инструкцию, там, Митя, наверное, тоже что-то почитал. Есть на самом деле два момента, которые, ну, опять же, предложение есть, да, это сроки и стоимости по местам первого, второго, третьего. По сроку я предлагаю все-таки не месяц, а полтора поставить, потому что там вот Петр Королев обещал провести какое-то количество команд, и он, к сожалению, так мне не ответил по сроку, хотя и обещал, но из первичного фидбэка я так понял, что месяц чуть-чуть маловато и агрессивный, да, плюс у нас уже второй контест, который в эту же тему, но уже с большими деталями именно под специфику Tom Cash. Да, поэтому если их запускать параллельно, а, в принципе, их логично запускать параллельно, то, возможно, имеет смысл там, например, ну, первый там на полтора месяца, второй на два как-то так запустить. Опять там какие мнения, вот, Михаил, и что ты скажешь по этому поводу, думаешь? Это имплементация всего, ну, все системы? Нет, это дизайн. А, только дизайн. Смотрите, смотри, примеры, ну, в принципе, да, дизайн, кстати, меньше, наверное, то есть, смотри, примеры, а не с имплементацией должны быть, да, пусть там очень простенькая система, а дизайн, он, ну, дизайн, может быть, оба на полтора месяца, кстати, делать, вот как-то так, компромиссно. В чем суть, хочу уточнить, что здесь дизайн, ну, давайте, как говорится, не будем делать дизайн халтурный, я уже говорил, Паша, я уже говорил тебе когда-то, упоминал, я как-то очень не хочу, чтобы мы повторяли, что называется, судьбу некоторых проектов, которые, знаете, как говорится, приходят с непродуманной идеей, запускаются, потом выясняется, что идея не работает, но, как бы, деньги уже собраны, руки пожаты. В глаза надо смотреть как-то людям, и, в общем, ничего хорошего за то в итоге не получается, и они начинают городить костыри, чтобы хоть как-то, чтобы это выглядело хоть как-то рабочим. Есть такие проекты, там, какие-то, в Солане еще какая-нибудь фигня, вот, поэтому здесь история про то, что, ну, то есть, нам нужен нормальный дизайн, у нас должны быть требования к дизайну, что оно должно быть, там, формальное, у нас там должны быть какие-нибудь, там, не знаю, доказательства какие-то, формальные утверждения, должно быть что-то такое, ну, то есть, это... Давайте добавим, конечно. Да-да-да, то есть, это не история, которую, там, знаешь, набросали, ну, это, примерно, так работает, сюда трансфериция, сюда трансфериция, вообще не так, это не должно быть так, то есть, это должно быть нормальное, формальное описание, приказательства с формальными утверждениями, все как положено, то есть, отдельная статья вообще хорошего, но это только, ну, нигде не публикуете. Ну, я поучаствую. Да, вот, типа, вот такого у меня тоже штука. Смотрите, давайте сейчас вначале срок определим, а потом... Ну, месяца полтора, полтора минимум, мне кажется. Да, согласен. Если формальная спецификация нужна, то это минимум полтора месяца. Да. Я бы даже сказал два. Хорошо, может быть, тогда на два месяца два конкурса запустим, да, параллельно. И этот два, и этот два, ну, чтобы у нас было открыто, еще можно было... Сейчас же, как бы, типа, выходные у кого-то, может быть, будут... Не знаю такого слова. Да. Окей, хорошо. Давайте тогда два конкурса с 1 мая по 30 июня звучит логично. Какие-то комментарии, возражения есть по этому поводу? Неужели нету? Ну, смотрите, тогда что предлагаю сделать? Вот конкурс на форум, ну, в том виде, как есть сейчас драфт тоже, чтобы был, я выложу. Вот второй, то, что Михаил подготовил. Тогда, Михаил, ты сделай в нем, допиши формальные требования. Когда... Да, я сейчас сделаю правки по этому поводу. Да, то есть, на самом деле, тоже тогда... А, ну, в принципе, если ты из них быстро сделаешь, может, на форум выложим тогда уже как бы справками. И... Ну, сегодня будет, сегодня допишу. Да, PDF-ку первого я выложил в группу тоже сегодня, практически там сейчас. Тогда можно будет ее поставить на голосование, на самом деле, вместе с митином, конкурсом. А второй, вот, на спеку, тогда можно еще там, ну, пару дней, чтобы он повисел на форуме и там проголосовать его. Ну, единственное, что он тогда, получается, формально в первом мае, наверное, глупо, чтобы он звучал, что-то начинается. Если мы проголосуем его там по следующей неделе. Ну, ладно, посмотрим, 3 мая там. Ну, глава, что-нибудь заканчивается там в конце июля. Подожди, Павел, а они у нас уже друг за другом идут? Либо они параллельно. А, параллельно идут? Они, ну, для этого срок увеличен. Они, на самом деле, синергичны, потому что человек, который будет придумывать кейсы, описывать и еще имплементировать, у него очень много будет мыслей. В принципе, на самом деле, это хорошо, в самом параллельно. Тогда человек может участвовать в двух, в принципе, и мыслей отработаны над одним, они могут быть использованы в работе на эту сторону. Ну, и получается, судить тоже надо будет два одновременно. Это другой вопрос. Нужно поставить цикл голоса на 20 дней. По-моему, там, я, по-моему, так писал в первом числе. У вас так и получилось в обоих, да? Да. В 20 дней, в принципе, это нормально, мне кажется. Учитывая, что, опять же, судьи будут плюс-минус похожие вещи судить. Я не думаю, что у нас будет много работ, давайте так по-честному говорить. То есть, если там будет пять, это будет очень круто, наверное. И пять работ, наверное, два дней можно будет оценить. Ну, там от объема зависит, если там пять работ по 50 листов, это там одно. Слушай, ну, что мы поставили, для судей хороший тоже реворд, так что это, в общем, это еще и будет достаточно хорошо. Кстати, вопрос по поводу судей. Вот, значит, я поучаствую, как это в дизайне Тон Кэша, ну, как мы, я, мы, короче, вот, Мить поучаствует. А кто судить-то будет? Я точно не буду судить. Ни в каком случае. Это вопрос. А я не смогу судить после этого. То есть, типа, формально поучаствовав, я тоже не смогу после этого судить. Никто из наших тоже не сможет судить по этому поводу, формально поучаствовавши. На самом деле, это, ну, у нас объективная проблема. Давайте, 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 давайте попросим, пойдем в формальную верификацию с обговоренс и попросим посудить их. Не могут? Ну, это самое, ну, смотри, это самое близкое, что я могу сейчас вот представить себе. Я думаю, что Фабрис там, его ребята, я думаю, что они, наверное, что-нибудь могут. Расшарят, разберутся. Ну, ладно, окей. Ну, я думаю, ну, конечно, они не залезут внутрь, ну, никто не залезет внутрь, кроме вас, наверное. И как, все равно, у судейства должны быть какие-то, ну, критерии такие, знаешь, чтобы не надо было в мат-аппарат залезать, закипить, ну, как-то. Ну, ладно, окей, согласен. Ну, типа того что-то. Да, согласен. Ну, как-то, это должно все-таки быть какие-то, ну, типа, работает, не работает. Работает, да, ну, работает, не работает, и какие-нибудь внешние приблуды, к которым мы все доверяем, типа, для того, чтобы это проверить. Ну, вот как-то так. Ну, потому что явно тебе, ну, как бы, для того, чтобы найти там какую-нибудь уязвимость, ну, блин, это, ты же понимаешь, никакие судьи это в принципе не найдут. Это будет все еще это отмечено. Ну, вот именно, ну, вот именно. Да-да-да, вот я правильно, что это абсолютно отдельная задача. Ну, вот, вот поэтому, как бы, чего, собственно. Нужно просто придумать, придумать, может быть, описать формат и процесс судейства, дать инструментарий, и в конкурсе это прописать, что вот мы будем судить, используя какие-то инструменты, такой-то критерий, как бы, ну, который должен быть более-менее формальным. Окей, ладно, придумываем тогда критерии. Вот это, вот это будет очень полезно. Это, в принципе, будет полезно. Это и не тестирование будет полезно. Окей, окей, с этим понятно. Ладно, сегодня тогда отправлю. У нас еще в подъездке есть. У меня вопрос к Миши. Миша, скажи, пожалуйста, вот что-нибудь по развитию ZKP нашего в плане рекорсив и в плане, ну, без этого, и не шел сетапа. Так, хочешь другую конструкцию? Ну, я хочу планк или что-нибудь такое. Такое, это, в принципе, как... Есть мыслики? Ну, смотри, можно спарта натолкнуть. Ну, типа, какая разница? Мы просто добавим еще одну инструкцию из той же Либы и подключим еще одну схему. То есть, типа, ну, это реально. Вот. Из такого рекорсива... Рекорсив, я знаю, откуда ты это взял. Ты это на Мину посмотрел. Да не, ну, слушай, ну, про Мину... Ну, я немножечко раньше это знаю, чем Мина. Ну, ладно, окей. Ну, давай, ну, там, коды уж явно было пораньше. Ну, да-да. Не-не, ну, это то же самое. Это то же самое. Да, понятно. Ну, понятно, короче, просто я сейчас... Нет, рекорсив я взял из того, что, как бы, ну, что есть такой need, можно сказать. Да, так, насчет рекорсива. Насчет рекорсива нам понадобится, чтобы мы могли... Блин, чтобы мы могли давать... Ладно, надо подумать насчет рекорсива, как правильно сделать так в архитектуре. Надо подумать насчет рекорсива и подумать насчет того, чтобы оптимизация под время, как бы, ну, создания, да? По древней генерации пруфа, международной пруфа, да. Ну, это мы можем для текущей инструкции. Мы можем просто притащить то, что мы сделаем для файлкоина. Но, черт, я сразу говорю, это будет турбо-дорого, потому что это мы откроем приватный код. Чтобы я понял, даже у вас в файлкоине приватный код? В файлкоине... Ну, короче, история в чем? У нас есть проект, который, типа, де-факто мы поставляем пруфер файлкоина, вот это таких снарка пруфер, пруфер сторожа, вот, поставляем его майнером. Вот, ну, и, соответственно, он поставляется под дикими НДА. Вот, ну, как бы, код поставляется, ребята увидят, ребята его аунтируют, у них у всех есть компетенция и понять, что там ничего такого. Вот, но он подставляется под дикими НДА. Вот, и, ну, давай скажем как-то без лишнего этого, без лишней скромности, скажем, что он один из быстрейших на планете. Иначе мы бы давно умерли. Вот. Но там же однотипная сёрка, да? То есть там один сёрка только. То есть он как бы не может арбитр или компетейшн? Там нет оптимизации под конкретный сёркут. Нет, смотри, давай так, там есть оптимизация под конкретный сёркут, но они, ну, типа, там чепуха. То есть как бы это не... Там сам сёркут сильно не пооптимизируешь. Там большая часть вещей, они именно вот что касается... Именно что касается, я бы даже сказал, типа, R1 CS Family Stark. А когда ты говоришь быстрый, то это... Можешь мне дать какой-нибудь индикашн? Что такое? 180-гигабайтный сёркут прувится на AMD 7542 CPU и GTX 3080. Он прувится меньше, чем за 8 минут. 180-гигабайтный сёркут. Ну, там просто данные в этом сёркуте, да? Ну, да. 180-гигабайт – это просто данные. Да-да-да. Ну, это 180-гигабайт – это данные, это постпроцессный граф IPFS. Ну, как в Filecoin, ну, помнишь? Да-да-да. Ну, вот это он сам. Не помню, но не важно. Ну, ты поймёшь. Ну, да-да-да. Ну, вот это вот такая штука. То есть это типа стейтев, да, такой? Ну, типа да. То есть это Мёркл какой-то? Нет, нет. Ты доказываешь, что ты реально это сделал в операцию. Это есть флорстораж, на самом деле. Ну, да-да. Типа ты доказываешь, что у тебя есть, что у тебя хранится вот этот процесс. Нет, ну, что за структура? Что за структура? Вот граф IPFS – это что? Что такое граф IPFS? Ну, в смысле, суть в чём? Это просто какой-то граф, такой граф. Ну, IPFS – это графовый протокол. Там типа де-факто каждый загружаемый файл, он бьётся там на кусочки данных по несколько килобайт, по несколько десятков килобайт. И потом люди вот этими атомарными кусочками друг в друга бросаются. Ну, это типа стейтевый. Да-да-да, вот он самый. Как я сказал, это 180 гигабайт стейт? Да, да-да. Я понял. Ну, это… Ну, да, ну точно. Ну, окей. Понятно. Ну, то есть, за 20 минуту, может, конечно, что у тебя есть. Давай я так спрошу. Давай я по-другому спрошу. А что можно сделать за 8 секунд? За 8 секунд? Что-нибудь можно сделать? Там же не линейно это же. Нет, оно не совсем линейно, это правда. Ну, то есть, смотри, я могу привести просто известные результаты эксперимента на эту тему. Вот 180 гигабайтный сёркут – это, де-факто, пруф сектора на 32 гигабайта. Ну, то есть, вот 32 гигабайта этого сэктора припроцессе развалилось на 108 гигабайта в виде сёркута. Вот. Есть фокусы на тестовой сети, на их тогдашней тестовой сети. Мы отлаживали всю эту историю на секторах в 512 гигабайт. Вот. Всё это разваливалось там, типа, в Сёркут, что-то 2 слегка гигабайта. Вот. Ну, и эта история, не знаю, эта история... Сколько занимало? Меньше 20 секунд точно. Ну, то есть... Вопрос, что если будет 1 мегабайт, например. То это же... Ну, это же не будет... 1 мегабайт сёркута? 1 мегабайт данных. Ну, да, я понимаю. Графа. Да-да-да. Ну, он развалится там, типа, давай, скажем, на 10 мегабайт сёркута. Типа, ну, карпит дать. Наверняка. Вот. И... Я не знаю. Я не уверен, имеет ли смысл для 10 мегабайт такие оптимизации применять. Ну, наверное, имеет. Мы там получим сокращение раз в 5. Но это раз в 5, это будет сокращение. Не знаю, с минуты до 20 секунд, понимаешь, до 10 секунд. Ну, вот я об этом и говорю. Да, то есть... Понятно. Я понял. Такая штука. Извините, этого нет для моих мыслей. Ну, в общем, да, подумай, Миша, про... Мне кажется, надо подумать, да. Про спартан я понял, да, что вы просто можете достаточно, я так понимаю, безболезненно добавить конструкцию. Это история без больших проблем пройдет. А вам же нужно будет там... Там же другой, да? Ну, понятно. Ну, это еще одна инструкция, просто из той же ЛИБы добавим еще одну инструкцию. Еще одна конструкция, вот и все. Помним, что там очень важно время. А, нам не важно время. Мы же асинхронно сделали результат. Я уже забыл. И нам не надо пробы делать в контракте. Это же на двухфронте будет работать. Да-да-да, понятно. Я поэтому больше там же асинхронно. То есть ты одной запрашивает пробы, а другая отдает, да? Проверяем. Да, проверяем. С марта ты за 0,4 секунды проверишь, а генеритет он на данном устройстве. Окей, с этим понятно. Да, ну, еще есть то, что будет по ZTP. Собственно, два как раз будем уже запускать. Они, видимо, будут дольше, понятное дело. И их уже имеет смысл, наверное, начинать не сейчас, а попозже, да? Хотя, в принципе, важно время окончания. Но, тем не менее, это тулинг. То есть все-таки, чтобы компиляцию еще автоматизировать. Тулинг, да, в процессе, я просто не дописал его еще нормально. Там требуется более формальное, ну, там требуется более, короче, формальное требование к тому, что будет являться приемлемым тулингом для всей этой истории. Оно такое. Я принесу два варианта. Один вариант, он такой, который, знаете, как Митя говорит, что он даже первый, который решает инженерную задачу, взять готовую и портировать его. А второй, он больше такой, инженерная ресерс-задача. Ну, в общем, какой понравится, такой выберем. А почему? Можно их два сделать. То есть, смотри, грубо говоря, текущий компилятор просто адаптировать, это понятная задача с понятными сроками. Мы будем то ли с плюсом гарантированно того, что результат будет обозримый срок. А ресерч, естественно, тоже можно сделать. Одно другому не противоречит. Смотри, смотри, тут в чем суть? Ну, нет, тут в любом случае, конечно, это все сведется к адаптации существующих компиляторов, типа, ну, тех, которые вот есть сейчас. Плюсовые компиляторы, солидный компилятор. Естественно, очевидно, это придется встраивать в них так или иначе. Здесь в чем суть? Ну, то есть, типа, я говорю про адаптацию существующего, типа, а-ля, там, не знаю, а-ля снарки или из укрейца, вот этого компилятора, деса или их странного абсолютно, и слэш или, и слэш или более дженерик истории, заборки этого, там, из каких-нибудь из плюсов или из солидити. Вот такая история. Ну, окей, да, ладно. В общем. А, слушайте, совсем забыл. По стоимости конкурса тебя, ну, ты считаешь, окей? А я не, извините, а я не видел Final Proposal. Где он? На форуме тоже. Ну, я просто не смотрел стоимость. Там первая субочность поставил, да. Нам нужно привлечь много команд, я так понимаю, уже идея, да? Поэтому... Ну, да, но я поставил три места, потому что вряд ли их будет прям настолько много. Первых, больших, а потом поменьше. Я не вижу в контэс-пропозу, в девексе, извините меня, пропозу. Сейчас еще раз скину. Нет, там есть только TikTok и вот то, что я сейчас где-то Tense поставил. Может, ты в другой? Может быть, ты в другой. В категории. Может быть, ты не выбрал категорию, правильно? Нет, категорию выбрал. Какую-то категорию выбрал. А, потому что ты поставил в общую категорию, не в контэс-пропозу. Ты должен поставить в сам категорию контэс-пропозу. А, я прохожу. Внутри sub-gava. А, в этом смысле. Да, уникальный. Окей, ну ладно, сори. Давайте реворды обсудим, это важно, на самом деле. Так, ну, я вижу gross 16, start proof verification, use cases, 80. 60, 40 и по 5. Я не знаю, кто будет за 5 делать. Там я тоже вопрос. То есть, это реально, ребята, вы как бы зачем? Это же не смарт-контрактик написать. Ну, правда, несерьезно. Как вы думаете, тут три команды, наверное, наберут. Нет, ну это, нет, смотри, нет, ну так не работает. Если ты хочешь привлечь, ты же хочешь привлечь больше, значит, соответственно, и приз за 4-10 тоже должен быть такой, чтобы вообще команда могла рассматривать такой вариант. За 5 тысяч тонн никто рассматривать даже этого не будет. Еще раз, это не контурус на деботы или смарт-контракты. Все-таки. Твое предложение по реворду. Я поэтому не понял. Мое приложение по реворду, ну, как минимум, двадцатка. Это минимум. Первое окей? С четвертого по десять. Ну, это я не знаю. Первый окей. Ну, нет, смотри, давай так. А если, ну, в чем суть? Изначально моя идея по ревордам была в том, чтобы ориентироваться на те контесты юзкейсов, которые проводились тогда еще по телеграммам. Вот. И, ну, вот. Но надо как бы учитывать специфику. Я согласен, что тут... Ну, да, тут и телеграмм. Да. Не, ну, поскольку это юзкейс, я считаю, просто надо поднять нижнюю часть, верхнюю часть норм. А где второй конкурс? Я не вижу. Я только вижу этот знак. Verification юзкейсов. А где на спецификации? Второй еще не выложил на форум. Он в группе шука Google Doc. Посмотри, пожалуйста. Окей. И там с этими, там с ревордами вообще непонятно. То есть... Google Doc. Не вижу. А, ты никуда смотришь. Все. А, там вообще нет ревордов. Да, потому что, ну, не знаю. Если у нас формальный, формальный этот самый, требование к формальной спецификации, то, ну, как бы, ну, как бы, это удорожает все раза в три. Сразу. Ну, сколько, не знаю. 300 тысяч тонн. Сколько? Не, ну, 300 тысяч это ты загнул, конечно. Ну, я не знаю, сколько. Я думаю, 100. 100? Да, за первое место. Ну, это полтинник за спецификацию. Ну, вроде нормально. 50 всяко. 50. Я думаю, что будет больше. 60 тысяч баксов. Ну, нормально. У нас же стейблкоин, то есть, ничего не должно произойти. Ну, давайте 100, там 75, 50 и какой-нибудь еще хвостик, но до пятого места хотя бы, чтобы вдруг кто-то захочет еще сделать. Да, в группе напиши, я сейчас поставлю и выложу, все. Ну, что тут? Давай я прямо здесь пишу, наверное, в документе. Там комментировать можно. Ну, комменты прямо напишу, пожалуйста. Давайте так, я подумаю. Думай быстрее. Смотри, ты сейчас в любом случае, дай еще проще, ты в любом случае будешь дописывать критерии, допиши за отстранную сумму. И все. Это правда, да. Я его запущу, ну, чтобы не менять, через час финально тогда все сделай, скинь, скажи, все вот он финально и запустим на форум. Окей, окей, хорошо. Я свое предложение в комментах написал. Ну, и там, по-моему, в обоих конкурсах надо про жюри, про инструментарий. Да, да, обязательно, обязательно. А то, как журить. Да, то есть там серьезная доработка нужна. Ну, как журить? Ну, написаны общие слова, что? Не-не, вот не общие слова, а надо конкретно. Как, 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 как. Конкретно жюри. Какая процедура, процедуру судейства нужно описать. Это, это не, опять же, это, ну, ну, посмотрят люди в этот, попялятся в этот код, ну, прогонят эти тесты. И что? Что? Митя, ты опишешь? Нет, конечно. Я напишу. Нет, конечно, только Миша. Окей. Хорошо. Ты что, с ума сошел? Окей, я понял. Хорошо, по доработкам понял. Ну, тогда ты, получается, и первый тоже, да, напишешь? То есть, получается, и первый, и второй дорабатываешь? Хорошо. А там одинаково, в принципе, жутко. Виталии судейства? Ну да, более-менее одинаковые. Блин, ну да, да. Блин, ну ладно, хорошо. Давай тогда концентрируйся, чтобы это сегодня доделать. И тогда... Точнее, как сегодня, условно, там. Нет, сегодня. Ну да. Хорошо. Окей, ну то есть, в принципе, все. Спокойно на этом деле там. Надеюсь, все еще и не уедут завтра. Проголосуют и запустим. Да, может, того. Коллеги, еще вопросы? Алексей, что у нас там? У нас там ничего, вопросы только. Ну, если вопросов нету, давайте запустим обратный отсчет. И пойдем работать. Три, два, один, ноль. Вопросов не поступило. Всем спасибо. Спасибо. Всем пока. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok